В России жестко ответили на имитацию США бомбардировки Крыма. 24 октября 2019 года РИА Новости в России жестко ответили на имитацию США бомбардировки Крыма. Стратегический бомбардировщик Боинг-Би 52Х Страта Фортресс ВВС США Источник изображения Си Си Бай 2.0 Ронни Макдоналд Боинг-Би 52Х Страта Фортресс 4. Тренировочные бомбардировки российской территории в рамках всевозможных военных учений являются поводом для официальных объяснений и не только, уверены российские парламентарии и военные эксперты. Москва, 23 октября Слеш-радио Спутник Российские законодатели и военные эксперты отреагировали на сообщения американского военного командования в Европе о тренировочном полете над Черным морем стратегических бомбардировщиков. П. 52Х Страта Фортресс Один из которых сымитировал бомбардировку Крыма По сообщению Минобороны России, американские самолеты во время пролета вдоль границы территориальных войск сопровождал истребитель Су-27 Вашингтону следует помнить, что демонстративные полеты у границ Крыма могут иметь самые негативные последствия, подчеркнула заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская. Имитация всегда губительно сказывается на отношениях между партнерами и обычно ведет к разрыву отношений. Американским политикам, обостряющим и так непростые двусторонние отношения, необходимо посетить сеансы психотерапии, а имитации в ходе военных учений направить на уничтожение боевиков, террористов и радикалов, а не мирного населения суверенного государства, сказала парламентария РИО Новости. Подобные провокации со стороны американцев весьма характерны для проводимой ими политики, пояснил в беседе С.А.Т. член Международного комитета Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цыков. Это показывает уровень современного политического мышления американцев в сфере как такового военного дела. Провокации для них характерны. Точка США прекрасно понимают, что у нас есть чем ответить. На такие провокации мы, на мой взгляд, поддаваться не будем, считает законодатель. Он отметил, что Россия внимательно отслеживала действия американской стороны, однако Крым в любом случае очень хорошо защищен. Как заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, Россия миролюбивая страна, но это не означает, что кому-то следует этим злоупотреблять и не давать объяснений. Подобные действия недопустимы. Пусть в западных странах не сомневаются в защите наших рубежей. Точка. Властям США стоит объяснить появление своих бомбардировщиков у наших границ во избежание нагнетания ситуации между нашими странами, подчеркнул парламентарий. Жители Крымского полуострова могут быть уверены в адекватном и своевременном ответе на любые провокации зарубежных военных, заявил в интервью РИО Новости председатель Комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель. Очередная подлая провокация, которая подтверждает необходимости в дальнейшем укрепления армии и флота России. Крымчанам абсолютно нечего опасаться. Безопасность Крымского региона обеспечена на высшем уровне, отметил крымский депутат. В эфире радио «Спутник» военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени ГВ. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что, несмотря на напряженную ситуацию на Черном море, Россия неизменно использует правильные методы реагирования. США весьма активно генерируют всевозможные учения в Черном море, в том числе совместные учения с такими странами, как Украина и Грузия, а также регулярно направляют свои боевые корабли в порты черноморских государств, входящих в блок НАТО. Тем самым они показывают, что НАТО якобы является хозяином в акватории Черного моря. Это, конечно, дестабилизирует ситуацию и вызывает серьезное напряжение, особенно когда они вплотную приближаются к нашим границам. В этих непростых условиях наши военнослужащие обеспечивают надежное прикрытие и газграницы. «И нужно отметить, что наши возможности весьма высоки, и мы адекватно реагируем на все угрозы», — сказал Андрей Кошкин. Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Как подчеркивал президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно. Право на данный материал принадлежат РИА Новости. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.